Всем привет, добро пожаловать на такой первый и необычный ролик в этой серии, может быть серия, может быть просто Скажу сразу, сегодня я обещал вам вывесить обзор карты, но я не успею это сделать, я не успел разобрать ее Но давайте договоримся сразу На следующей неделе я выпущу сразу несколько гайдов В среду это будет гайд на оперативника, думаю во вторник я выпущу гайд по щитам, не щитовикам, а именно щитам в защите Их классные точки, разъяснения про эти классные точки И также в дополнение к щитам я туда же воткну и классные точки для клейвера Что скажете, устраивает? Ну окей Давайте я еще в четверг тогда выпущу гайд про QE Нормально? Ну тогда поехали Как вы заметили, кроме видео я еще пишу всякие посты во вкладке сообщества, то есть на канале ютуба И большое спасибо, что вы их читаете и комментируете Действительно интересно, я все это дело читаю и естественно отвечаю на эти комментарии Сегодня меня посетила мысль, что кроме того самого Вардена, о котором я написал, меня также беспокоит состояние Блица на данный момент Вы видели всякие сливы, об этих сливах уже делали ролики, там Clash, Blitz и все остальные и прочее Но давайте лучше поговорим о Блице В данный момент Блица собираются как по сливам Мы понимаем, Блица собираются сделать, чтобы он прицелился быстрее То есть щитовик сейчас прицеливается со скоростью 0.6 секунды Близ будет прицелиться со скоростью 0.5 секунды Не знаю, насколько это можно считать бафом Вот это одна, можно сказать, миллисекунда, сотая миллисекунды Десятая миллисекунды Короче, десятая секунды Решит этот весь вопрос Также ему добавляют коллиматорный прицел на его пистолет Как мне кажется, это абсолютно бесполезные изменения для Блица Потому что это абсолютно не та проблема, которая его беспокоила Что именно в Блице не так? Скорость прицеливания и пистолет окей Блиц никогда не был чуваком, который должен стрелять издалека То есть я не понимаю, зачем ему коллиматор Никто не играет на Блице, как на снайпере И издалека стреляет в эту точку Что действительно нужно сделать Блицу Это поправить его щит Да, есть какие-то вещи, зависящие от пинга и тому подобное То есть когда вы бежите на противника Он бьет вас рукой И вы почему-то погибаете сквозь щит Непонятно, да? Окей, это технические вещи Но в данный момент у Блица слишком картонный и низкий щит Все, что нужно сделать, это просто поднять ему щит То есть сделать в районе головы чуть выше Когда Блиц находится с вами на одном уровне Все, капец, вы проиграли Но стоит противнику, врагу Блица Стать чуть выше на одну ступеньку Как тут же открывается вся его голова И можно спокойно вешать хэт Или допустим Блиц видите вдалеке Вы начинаете стрелять ему по ногам Он садится И он становится, естественно, ниже вас И вы видите его голову И можете стрелять ему по голове В этом вся его проблема Просто не нужно никаких бафов, ничего остального Просто сделать щит выше в районе головы Я думаю, это трезвое решение Которое поможет Блицу действительно вернуться в игру Что вы думаете на этот счет? Прав ли я? Или может у вас какие-то другие мысли? И следующий апрель, который меня беспокоит Это, да, Варден Именно тот самый пост, на котором я писал Во вкладке сообщества Что Варден в данный момент Не полностью себя реализует То есть, непонятно Играть ему с МПХ И дробовиком А во второй слот Брать пистолет И играть там на СМГ-12 Непонятно, да, что делать По мне, Варден должен быть всегда с дробовиком То есть, ты должен играть в планете Сделать дырки В эти дырки просматривать Если кто-то задымил Ты так ходишь между этими дырками Мансуешь Видишь свои очки И стреляешь, да Но, чтобы сделать эти дырки Либо нужен тебе хороший союзник Что бывает редко порой Что сделает все дырдини Либо тебе нужен обязательно дробовик Так вот Когда ты берешь дробовик Как основное оружие И у тебя стоит выбор Между СМГ и пистолетом Я всегда выбираю СМГ Но СМГ-12 Пушка, которая Может стрелять только на Близких расстояниях Слишком большая отдача Слишком маленький урон Тот же СМГ-11 Имеет урон, по-моему, 35 Выписали У СМГ-12 Урон 28 Еще он падает на расстоянии При этом Огромнейшая отдача Что невозможно Стрелять даже тапами Перелечить в режим Одиночной стрельбы Ну хорошо Тогда идти одиночными То пользуйтесь лучше пистолетами Там и стрелять удобней И урон выше Но пользуйтесь пистолетом Элловским Вот фишка в том Что это Элловский пистолет Элла может отыгрывать На своем дробовике И пистолете Потому что у Эллы дробовик Автоматически У Вардена совсем Другая ситуация Ему дробовик больше нужен Для тактических вещей Как у СМГ-12 Примерно И тут встает выбор Как мне кажется Вардену поможет Или первый вариант Во второй слот Во второй слот Где у него лежит СМГ-12 И пистолет Дать какой-то дробовик Там супершорти Не знаю Мировский дробовик Либо итальянский Вот этот дробовик Револьвер Да Или же Второе решение Вот во второй слот Ему дать СМГ-11 Но в данный момент Варден плох Не из-за того Что у него такая способность Долго реализуется И тому подобное Варден плох Тем Что он полностью Зависит от команды Если он возьмет МПХ Тогда вы не можете Делать дырки Ваши позиции Становятся стандартными Вы не можете хитрить И так далее И ваши очки Нахрен никому не нужны Потому что все будут Простреливать по стандартным Позициям По-моему Я сказал все что хотел Что вы думаете На этот счет ребятки Обязательно Напишите в комментариях И я думаю Насчет роликов Мы договорились До скорых встреч Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok